Меня зовут Сокержинский Александр, я технический директор компании «Аванте». И я бы хотел, как технический директор, кратко описать те системы, которые вот здесь представлены, и еще раз сакцентировать на интересных моментах, которые вот здесь представлены, в этом поле. Значит, будем начинать, скажем так, по часовой стрелке. Значит, первая система энергообеспечения, которая здесь находится, это автомобильный прицеп Купава, на котором смонтирована система солнечных батарей для обеспечения вот этого всего мероприятия. Значит, здесь установлен прицеп, в нем установлены солнечные батареи, мощностью 2 кВт, установлен преобразователь, который преобразует эту энергию, которую солнечная батарея накапливает в аккумулятор, мощностью тоже 2 кВт. То есть, все сегодняшнее, вчерашнее мероприятие было полностью обеспечено за счет энергии Солнца. Дальше, если мы проходим, стоит ветрогенератор торговой маркой Flamingo Aero. Этот ветрогенератор мощностью 0,8 кВт. Он вырабатывает в среднем где-то 150 кВт-часов в месяц. И подключен он тоже к этой системе. То есть, мы сейчас питаемся двумя энергиями, энергией ветра и энергией Солнца. Ветрогенератор Flamingo Aero, он запитан, подключен к этой же системе Солнечной и одновременно накапливается 2 энергии. Идем дальше. Значит, там гелиоколлектора, про них, наверное, рассказывали вчера. Но кратенько скажу, что гелиоколлектора достаточно эффективные на сегодняшний день. Они используют циркуляционный насосик мощностью 110 Вт, где-то порядка 100 Вт. И позволяет нам получить порядка 4 кВт тепловой энергии. Которую вы там можете попробовать даже сейчас в такую погоду. Верхняя трубка, которая выходит с коллектора, она теплая. Что с нею было сегодня? Горячая. Не теплая, а горячая. Кипела. Да, она кипела, а текла холодная вода. И ничего с нею не могли. Там надо кнопочку нажать. Если такой тонкий нюанс, я объясню. Там на подаче подпитку холодной воды, там не стоит обратный клафон. Получилась какая ситуация. Зашло Солнце, ушла вода с бойлера. Поэтому не было сброса тепловой энергии. Она поэтому пошла в перегрев. То есть там в нормальных системах ставится обратный клапан. И этой проблемы нет. Значит, чуть-чуть дальше стоит ветронасосная установка. Это самое простое, самое красивое решение для дачников, огородников. Она с глубины 5-6 метров качает 300 литров в час воды. Она качает 300 литров в час воды. Обычный механический пивот, без всякой электроэнергии, без всякого преобразования. То есть эксцентрик стоит, качает за тросик. Там стоит насос мембранного типа ион, качает 300 литров в час. И в самом конце, на берегу находится та установка, которая, я пожалуй скажу, может быть кто-то меня поправит. Впервые в Украине стоит установка, которая от солнечной энергии напрямую, без проводов, подключена к насосу, который напрямую качает воду для подачи в эту систему горячей воды. То есть это самая оптимальная система для полива тех участков, где нет электроэнергии и где есть необходимость в поливе. То есть для тех участков, где необходимо орошение, это самое лучшее решение. Есть солнце, оно напрямую преобразовывается, без аккумуляторов, без контроллеров заряда напрямую качается вода в накопительные емкости, если необходимо, или же для капельного орошения. Вот укрупненный я прошелся по техническим новинкам, которые здесь представлены, у кого какие-то вопросы. Сколько стоит прицеп на мегаваттаны? Дважды четыре, ну где-то порядка 25-30 тысяч евро. Да, я не учел систему опреснительной установки. То есть, ну, как бы, если необходимо, обращайтесь, можем посчитать точную цифру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.